Продолжение следует... 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 Это очень мало, я согласна, а та была, может быть, крайняя, как говорят парашютисты, в августе минувшего года, а другая была намного-намного раньше. Поэтому от Москвы у меня какое-то свое такое ощущение, что да, она какая-то вся кривая, в хорошем пути даже для меня неправильная, потому что я, как водолей, может, люблю какие-то неправильности. У нас же касается русских концертов, спинтикулярин, параллелин, там все четко, центр вот такой, Петроград такой. Вообще хочу сказать, что из детства у нас в школе всегда была, да, говорили, в Москве так. А у нас так, это уже сквозь, в Москве как раз рациональные кулинары собрались. Ну там, где-то тут, как-то архитекторы, видимо, как-то всегда были рациональны. У Питера просто спокойный город, у нас архитектурно, в принципе, три четверти задумок не получилось. То есть, хотелось же Петру прямо, чтобы это было, там, я не знаю, смотрел на это все, курил свою трубку, думал, да, да, это будет Венец, и ничего не вышло. В Венец, да, там провели канал. А вот я еще поняла, что я общаюсь в Москве с питерскими москвичами, то есть, те, которые вот уехали, ребята из Питера, и они там как-то осели или не до конца осели. Но там у меня есть разные примеры. Кто-то остался по-питерски рефлексировать, там, быть или не быть, куча раздумий были какие-то через США. Даже в Москве девочка умудряется это делать, а другая наоборот, она сказала, да что говорят, что Москва какая-то, типа, буйная, да, она тормозная для меня. Я тут с ноги открыла дверь, решила вопросы за несколько, мол, часов, которые неделю решить не могли. И вот, ты, насколько знаешь, что Светка носится в метро быстрее всех, там, в метро принято, как это, не знаю, и, значит, всех обгоняет, и, вроде как, она живет в каком-то таком бешеном ритме. Здесь, видимо, все равно от ощущения каждого зависит даже, наверное, пространство города, то есть чем ты... Тормозить потом тяжело будет. Если ровно гонишься. В ручнике придется, да, я боюсь. Ну, это уже там, это мы как-то живем, увидим, и что с этим будет, уже узнаем. Ну что, так как у нас есть еще в запасе песни нашего сегодняшнего гостя, думаю, что стоит их послушать, и послушаем очередной, и потом снова вернемся к нашему общению. Пойдем за горизонт, искать свою мечту, может, ты ее найдешь, а может, я найду. Не бойся ничего, что встретим на пути, а если станет страшно, меня за руку возьми, и только лучиками света нам будет солнце ворожить. Мечта, мечта, ну где ты, где ты, сколько можно за тобою нам ходить? За мостом будет дом, занесенный снегом, снегом в этот дом мы придем. За покоем, за ночлегом мы останемся в нем, навсегда останемся вдвоем. Пусть говорят, пусть судят, доредят, им не понять, чем я так сказочно богат. По одежке встретят, добра будет по уму, и лишь в твоих глазах себя я вновь найду. Не произноси свое желание, просто улыбнись и обними. Я знал твое желание заранее, я знаю все желания твои. За мостом будет дом, занесенный снегом, снегом в этот дом мы придем. За покоем, за ночлегом мы останемся в нем, навсегда останемся вдвоем. За мостом будет дом, занесенный снегом, снегом в этот дом мы придем. За покоем, за ночлегом мы останемся в нем, навсегда останемся вдвоем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И только лучиками света нам будет солнце поражить. Мечта, мечта, ну где ты, где ты, сколько можно за тобою нам ходить? За мостом будет дом, занесенный снегом, снегом в этот дом мы придем. За покоем, за ночлегом мы останемся в нем, навсегда останемся вдвоем. За мостом будет дом, занесенный снегом, снегом в этот дом мы придем. За покоем, за ночлегом мы останемся в нем, навсегда останемся вдвоем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжается наше общение на интернет-радио «Шансон-24». С вами такая большая, веселая, дружная компания. Наталья Денисова, Елена Варина, Владимир Ермолов. И песни слушаем мы о недвижимости, говорим о жилье, о собственном доме, и о всех вопросах, что с этим связано. Вот все-таки, конечно, наверное, хотелось бы вернуться к каким-то забавным историям, связанным с, может быть, со съемом жилья, может быть, с покупкой недвижимости. Вот было что-то совсем, не знаю, может быть, если даже не трешевое, но какие-то вещи, которые запомнились с юности, что я жил там-то, и там было так весело, так весело, что веселей, как говорится, не придумаешь. Первое, что я пойму, это, извините, тараканы. В этот момент пропали тараканы, да? Да, говорят, что они ушли от мобильников. То есть те проблемы, которые у нас были, они сразу исчезли, реально целый скоб, потому что тараканы, они в разных местах, особенно там на Васильевском каком-нибудь мы жили. Там было очень много, еще слышимость такая была на Васильевском, Гаванская улица. Мы снимали там комнатку. Так там же вроде как даже... Хотя удивительно, старенький. Да, удивительно, но, видимо, перепланировка после войны. Там еще такая история, что 19-й дом может стоять рядом с 48-м, и там все так очень непросто. Видимо, и ладно, как-то и все. Я там сижу, играю в Тетрис комнате, а сверху меня спрашивают, какой счет. Тут человек слышит, как желтые кнопки. Мне это напоминает 12-й стульев, когда они... Ругаться надо шокусом, да. В общежитии там оказались, парочка целовалась, причем это слышали все, кроме них, которые включали пиво, санятые, которые вообще никто не слышит. В общежитии, конечно, или такие какие-то вот вещи... Еще одна забавная, кстати, у меня была история, но она не связана напрямую с домом. Мы были на гастролях, снимали именно долго в жилье. В Харьково. Вот, ну, да. Там было все отлично. Я как-то стоял возле окна, там такая, значит, уже юг, уже такая южная ночь сидел. И объяснение любви, значит, влюбленные парочки. Так это все романтично. Я такой вспоминал свои годы, они там долго-долго-долго, парень там, в общем, я думал, какой-то молодец, да. Красиво. Продолжай. Ну, главное, что не комментировал этот момент, на какого-то свыше там, типа... Я же сам Петербург. Да-да, не так все делаю. Ты же только шленол. Наташа, а у тебя что связано, может быть, тоже с какими-то твоими самыми начинаниями вот в этой сфере такой сложной, как недвижимость? Ведь ты тоже наверняка жила, там, приобретала дом или, там, снимала или уходила из дома. Ведь было же что-то такое? О-о-о! Конечно, было. Ну, детство мое прошло в основном в центре, конечно, города на против цирка, на фонтанке. Одна бабушка, другая Мчайковская. И даже еще я помню такой, правда, очень смутно. Мне было очень мало лет, буквально, там, года два-три, когда это мой какой-то дальний родственник оказывается, Александр Зимбаум, о чем я потом узнала. О-о-о! И я его видела. Я говорю, что мы идем к вам. Да. Я его видела, ну, когда мама моя его больше знает, да, там они обринчали, вот это сидели, что-то там, и никто не понимал, что это вообще, они там поют, о чем. Я так вообще, мне не до этого было, детство, бывает. А потом мы с мужем, когда купили первую комнату, ну, у нас были, конечно, веселые соседи, алкаши, которые у нас там в холодильник все, еду эту всю таскал там, все, что на плите было. Ну, да. И обижался еще, что я там его маме что-то говорила. Говорит, подумаешь, пожалела котлетку. Слава, как. Ну, вот. Мы в одной семье живем, да, тут уже девчата вспоминают, да вы что, да мне тоже ничего не жалко, берите, когда она там сама все делала. Потом из этой коммуналки в другую переехали, там более, точнее, менее населенную комнату, ну, я оселила коммунальную квартиру, купили, да и там алкаш у нас. Обязательно, один алкашин всегда, хоть один. Хоть один да будет. Это хочется сказать, какая-то твоя, видимо, карма. Можно пожить. У всех, у всех, все коммунальные квартиры это обязательно стандартный рисунок, смотря сколько комнат. Я могу сказать то же самое, потому что я оказалась съемочистой со стажем, хотя тоже, вроде, питерская наша, кронштадтская, и там как-то сложилось в жизни, что стала вот жить сама-сама-сама. Настолько уже знаю все нюансы, связанные со съемом жилья, могу консультировать, советовать, как лучше там с хозяевом, без хозяев. То есть, это все детали. Ну вот моя одна из первых, что называется, коммуналок, значит, Захаревская, там был интересный момент, что... Классная, да, Венечка. Да, мне тоже нравится. Конфликтовали соседки, то есть, одна без мужа уже такая, дама на тот момент, даже не в возрасте, ну, Таша вот нас с той Леной, которая тоже Лена, которая, значит, с мужем там жила, и тут, значит, вселяюсь я. И у них какой-то свой конфликт, первое, значит, как бы за то, чтобы девочка жила, там комната куплена, значит, от другим, значит, вроде как не хочет, но как-то вот с Леной, которая с мужем, мы нашли общий язык, потому что, когда мне что-то было не попасть в квартиру, я там двумя ключами шуровала, она так открывает дверь, говорит, да, сразу надо, он сказал я, и она зовет меня на кухню, будешь? И там, значит, ставит, и говорит, да. И тут мы с ней как-то сразу подружились. То есть, в моей конфликте, я была такой, в Швейцарии, то есть, я не конфликтовала ни с той, ни с другой, но вот как-то они сняли отношения между собой, а ко мне относились обе даже так, это замечательно, то есть, важно найти общий язык. Да, у Малки это весело. Я как-то степотую вспоминаю, тоже Лео, так что было тоже хорошо и забавно. Ну что же, у нас впереди хорошая песня нашего гостя, еще их есть, еще у нас, как-то вы хочете песен, их есть у меня, и потом снова, потом продолжим наше общение. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Продолжаем наше общение Так как для музыканта я знаю, что, собственно говоря, дом – это еще творчество Потому что не творить творческие люди, простите за тавтологию, не могут Хотела бы поговорить о новых проектах, которые, видимо, тоже создают уют в собственной душе Такой даже домашний, наоборот, какой-то, может быть, драйв и такую задорность Группа «Чумарали» и, в принципе, собственно, я так понимаю, что есть уже какие-то сольные проекты Валти, вот чем занимаемся и куда стремимся, и что будет в ближайшее время? Стремимся только вперед Своим новой технологией За последние, да, 10 лет я сделал большой шаг вперед Ну, существует групп «Чумарали», она концертирует, она сейчас пишет альбом новый Все его ждут уже после три бойка, Леша, до невозможности Но мы все привыкли делать хорошо, да, мы заканчиваем сейчас работу над синглом Потихонечку, альбом будет писаться еще неизвестно сколько будет Сколько будет, столько будет Ну, творческие, да, порывы Вова Чумарали на основе моих каких-то духовных практик Я вот когда стал худеть, пошел на этот курс, там люди все такие духотворенные тоже Занимающиеся йогой, сыроедением и всякими такими делами На этой почве, да, появился проект именно Вова Чумарали Он такой этнического толка, вокальная импровизация, фонетическая, с этническим уклоном Плюс я пишу под это подо всю музыку Плюс будет Коллизиум Мюзик Вик у нас скоро, через пару недель И будет в рамках ее мастер-класс по вокалу Вот в Вова Чумарали под названием «Искусство вокальной реализации» И вот будет в клубе ящик вам проходить Приходите, если что А концерт еще ближайший, когда? Концерт 24 апреля, там же Ага, ну да, чтобы, может быть, кто-то для себя тоже отложил в голове И понимал, как планировать в свое время, что хотим, послушаем А тогда вот у меня сейчас будет еще как-то движение в сторону Наташи Потому что я знаю, что Наталина, консультант недвижимости, развивается в разных ракурсах И как раз в творческом ракурсе она тоже хочет развиваться Да, да И вот, пожалуйста, может даже как-то на базе того, что есть у Наташи Как-то и квартирник провести Я прям такая хорошая сваха сводня Потому что я знаю, что вот так и есть И вот Наташ тоже интересно, да Что кажется, что у коммерции недвижимость, а вот есть желание творить, да Есть желание как-то развиваться еще творчески В какую-то творческую сторону, какое-то движение Все же можно, получается, объединить, как вот грамотный дизайн, да В какой-нибудь хорошей, дорогой квартире Так молодец Ну, я была бы только рада, если бы, да, группа Ну, я думаю, что как-то пообщаемся, может быть, по-твоему Договоримся, как говорится Одно вытекает из другого И никогда не знаем, куда, в какую сторону все движется И там, зачем нам нужны какие-то пресечения Вот, кстати, про здоровый образ жизни еще тоже хочется узнать Нет ли там немножко такого перекоса Потому что некоторые настолько увлекаются здоровым образом жизни Что они вот четко вычеркивают все негативные моменты То есть алкоголь, курение, все, теперь только здоровый образ жизни Только сыроедение И как-то более мягко это проходит Или ты тоже так взялся, так взялся Все лишнее выкинуть Как тебе... Ну, как сказать... Честно Знаю, что те люди, которые меня курируют Они должны сейчас получить этот нюанс Они занимаются с помощью Ну, я не сторонник зареканий вообще Жизнь меня научила, что никогда не говори никогда Поскольку даже сам факт того, что ты сказал Уже накладывает на тебя гиперответственность Которой ты не готов Поэтому можно выбрать какую-то центральную линию Отклоняться от нее как-то побочно иногда Но при этом все равно придерживаться И будет толк, очень много толка То есть согласна Самое главное держать себя в тонусе Каким ты будешь делать это способом, это вопрос Просто в занятиях физкультурой есть такие моменты слабые, да Которые всегда у нас подводят Это спина, это ноги То есть за этим надо следить То есть если ты, допустим, там занимаешься прессом Нужно понимать, что ты можешь сорвать спину И делать это правильно Ну и так далее, и так далее, и так далее Сыроедение то же самое Ну если ты хочешь съесть эту конфетку Ну съешь ее уже, ну что себя томи Ну не килограмм, например Понятно, что если ты обнаружишь, что ты доедаешь второй Так неожиданно, со словешим взглядом То, как бы все Уходи в голодовку на следующий день очищай У меня, могу сказать, есть какой-то максимализм в этих вопросах Вот на что люблю золотую середину К чему я подвожу, что да Иногда там бокал сухого красного вина Или там даже не один бокал, это все нормально Это никогда не мешает каким-то процессам Но помню, что я один раз словила себя на том Что стояла конфета Рафаэла на подарок Стояла ли себе и стояли Потом выяснилось, что этот подарок будет не нужен Нет, пока он был как подарок, это как чужие деньги То есть не мое и не мое Стоит у меня на холодильнике И тут, значит, выясняю, что человек уехал И долго еще не приедет Ну ладно, значит, можно конфетки Коробка, она ушла буквально за ближайшие полчаса В чем я задолбала бегать до холодильника Я ее просто притащила к кровати Думаю, хватит Слава Ну, зато стараюсь, чтобы Рафаэла не было В моем доме Немножко другие моменты У тебя, Наташа, хотелось бы узнать Вот ты за золотую середину Или тур, за крайности Или я вообще ничего не делаю Или я там делаю Ну, вот, чисто для себя, конечно Я понимаю, что мне надо более жесткий такой контроль И более жесткое какое-то исполнение Вот этих обязательств Но, конечно, должна быть золотая середина Вот, и я тоже долго к этому второму образу жизни шла И вот сейчас я начала заниматься уже два месяца фламенко Что очень тяжело Я даже не думала, что это будет тяжело Какой ты молодец, на самом деле Причем еще, да, лишний вес он тоже мешает И с ним надо работать И это тоже мне тяжело дается Ну, как-то вот там вот Ну, ты осознаешь это Ты идешь в эту сторону И, как говорят, дорогу осилят идущие Так что, дай бог, там шаг за шагом Все срастется, все получится Рано или поздно, как говорится Победа будет за нами Ну что, времени остается все меньше и меньше Но, тем не менее, хотелось бы послушать еще одну песню Нашего сегодняшнего гостя И потом вернуться уже в эту студию Подвести какие-то итоги Спрощаться с вами До следующей встречи Но все это будет чуть позже Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, продолжается и даже, можно сказать, завершается ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я меняюсь по воле именно проединения какого-то То есть, если надо, я начинаю меняться. Если нет, ну, конечно, хочется каких-то сюда. Хочется материальной базы для воплощения проектов. Хочется, чтобы все люди, которые участвуют в моих проектах, получали бы заслугу. У нас, в принципе, все хорошо, все есть, мы движемся поступательно таким шагом, но при этом наращиваем, наращиваем, наращиваем. Хотелось бы нарастить, чтобы эта база была такая, не требующая доказательства. Хотелось бы просто творить. Но музыкант всегда обязан кому-то что-то доказывать. Это тоже нормально, я понимаю. Вот тогда сейчас еще будет у нас такое немножко коммерческое завершение итогов нашей программы. Вот, Наташа, как ты думаешь, творческие люди, которые живут своими ощущениями, живут своими какими-то, может быть, иногда идеями, не всегда рациональными, вот они все-таки тоже способны создавать форму для своей оболочки, для того, что они хотят сделать, и двигаться к каким-то улучшениям своего материального пространства, даже в плане жилья. Ну, хочу сказать, что у нас собеседник сегодня очень меня прям так получила. Я просто такой положительный заряд какой-то, да, энергии. И вот своим там раздуем, как я пока ехала сюда. Да, но поскольку я встречалась с общественными людьми в плане приобретения этой оболочки, то, в общем-то, они далеки от этого, как правило. Здесь я немножко могу перестроиться на более деловой и помочь. То есть, когда человек совсем унесен, то есть, да, мы говорим в общем. Ну, да, последнее вот у меня было, я, по-моему, даже говорила, что актриса там одного из наших театров, и с ней вроде она и понимает, что я ее раскладываю, но не понимает. То есть, ну, как равно у нее быть или не быть, а ты тут про квадратные метры. Она все это, да, как бы, ей пытаешься немножко опустить на землю, потому что действительно человека там, ну, обманывают, так сказать. Ну, да. Но, тем не менее, ну, хочет так, ну, что я сделаю. Ну, личный выбор, да, тоже деваться некуда. И как-то осчастливить против желания, как тоже сказано в хорошем старом фильме, невозможно. Ну, что же, друзья, огромное спасибо. Очень надеюсь, что вот наши какие-то все стремления все равно в какой-то синергии сделают кому-то что-то хорошее, кто-то больше будет про душу думать, кто-то больше, может быть, там подумает про, опять же, про какие-то материальные вещи, и одну другому не мешает, наоборот, должны как-то гармонировать и сочетаться. Поэтому до новых встреч. С вами была программа «Ваш дом», и с большим удовольствием дальше с Натальей продолжим наш разными интересными, творческими, красивыми, талантливыми людьми. Владимир, огромное спасибо, что сегодня удалось побывать у нас в гостях. Конечно же, творческих узбеков, как иногда шутят. Творческих узбеков. Возвращение было классно. Еще пообщаемся, думаю, не раз. Спасибо, до свидания.